Всем привет! Вы находитесь на канале Checker Out. Меня зовут Альтер и это прослушка. Долгожданная прослушка. Наконец-то вышел альбом Энди Панда, он же Эншпиль, который называется King Kong. Нияги представил нам альбом еще летом, по-моему. И вот Энди Панда наконец-таки представил нашему вниманию альбом King Kong. Извините, есть что? У меня горло болит. Что странно, альбом выложили в новом рэпе, а в официальном паблике в группе до сих пор нет этого альбома. Я не знаю почему. Ну ладно, давайте слушать уже. Просто не терпится. И первая песня «Мама Африка». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь песен Джуманджи вы слышали. Кто-то слышал отрывы King Kong, я вообще ничего не слышал. Ладно, все. Как спокойно. Спокойно так, светло. Такой, какой-то солнечный, светлый трек. Нету текстов на Джинниус. Будем слушать Ватал Мьюзик. Я надеюсь, кто-то появился. Тоже нет. Откуда у нового рэпа альбом Энди Панда? Ну, очень хочется, конечно, почитать тексты. Ну ладно. Как я сказал, уже спокойный трек. Да, Stonehenk этот продюсер. И битмейкер в смысле. Такой приятный, в общем, трек. И легкий такой текст. Спокойное вообще исполнение. Неплохо. Идем дальше. Инди Панда и Пастер Напас. 14. Пастер Напас недавно засветился. У ВП, у Твета. Посмотрим, какой он здесь. Здесь у нас Грей Киллер, да? Битмейкер. Окей. Поехали. Ну, такое интересное битло. И неплохой флоу. Он как будто немножко даже подстраивается может. Слушайте, я, если честно, ожидал, что он здесь вообще будет прям, я не знаю, супер агрессивный чувак. Ну, вот уже второй трек. Просто на лайте. О, вот он. В официальном паблике представили. Спустя полчаса. В Apple Music до сих пор нет. Так, ну что, легкое битло. Спокойный флоу у обоих. Ну, оба нормально здесь звучали. Так, ну, Джуманджи, я думаю, мы не будем слушать. Потому что я уже делал прослушку. Кто не видел, можете покопаться в... На канале найдете, в общем. Тут, по-моему, ничего такого... Ну, да, наверное. Root Mantras. Слушайте, какие-то атмосферные, в общем. Атмосферные биты. Грубые мантры, это Root Mantras. Слушайте, ну, Музло, оно уносит прям. Реально хочется закрыть глаза. И балдеть от этого всего. От напевов. От музыки. Вообще прикольно. Такой, знаете, лиричный, какой-то личный альбом у Энди Панда. И он такой теплый. И вот я сейчас смотрю на обложку. Как бы она таких, ну, сам Энди Панда в теплых цветах, в теплом, в желтом цвете. Вот, но... По названию King Kong, мне казалось, что он все-таки какой-то агрессивный будет. Ну, прикольно, прикольно. Вообще название King Kong интересно. Как бы тут можно увидеть и King. Типа Kong перечеркну. Да. И в итоге King, король. Ну, ладно, это просто. Идем дальше. Мияги, Энди Панда. Эндорфин. И реклама. Прикольно. Танцевальная, блин. Сбило вообще все просто. Ну, сейчас, может, переломный момент такой будет. И в итоге, все, что нас ждет дальше, вообще отличается от того, что мы слышали до этого. Хотя нет, Джуманджи была такая танцевальная. Мияги, как всегда, в своем репертуаре. Ну, даже несмотря на то, что это танцевальный трек. Само музло интересное. Здесь есть саксофон. Мирд бит. Я не знаю, кто это. Но музло клевое. Благодаря вот этим инструментам, которые там есть. Че? Че-то запикали, да? Почему тексты не называют? Так, ну ладно. Тут, я думаю, все, в принципе, понятно, да? О, че-то рано убавляется. Странное окончание. Ну ладно. Ну, все, в принципе, понятно, да? Музыкальное, танцевальное. Интересные звучки. Мияги в своем репертуаре. Ну, в принципе, все как обычно. Особо что-то меня... Ну, меня только по музлу впечатлило. По инструментам. Вот, че я хотел сказать. Змей. Меня удивило то, что здесь появился змей, как приглашенный гость. Прикольно. Габрили спятил, а может быть, и думали, и, кстати, жагал полезную к музыке, я с китайцами, вот, жигманутронный голос венди. Можно влюбиться, аккуратнее, медик, пацан-фанатик. Габрили спятил, мир в железной, и я уже потратил, из крайности в крайность. Пока, поднимайся. Все это не зря. Окей, окей. Клево. Сколько раз я уже слышал парты, куплеты у рэперов. На чо-чо. И, ну, никогда не надоедает. Всегда интересно. Вообще, я люблю, когда на каком-то слоге именно делают рифму. Прикольно. Классно. Змеи хорош он. Я не знаю, о нем нельзя плохо говорить. Просто мастер слога. Послушайте хэзэ альбом, где хамили змей. Там вообще очень, очень много интересных текстов, интересных структур, рифм и так далее, в общем. Я как-то немножко озадачен тем, что я слышу не то, что я думал. И это мои проблемы. Окей, King Kong. Вот, видимо, что-то тут нам сейчас скажут другое. Другое. Или нет же, опять же. Опять спокойно все. Странное пиано какое-то там. Удивил все, что вот одним словом, если описать, что Энди Панда в итоге меня удивил. Беги, беги. Аааа. Эй, Chica Konga. Горилла дует прямиком из бонга. В этом притоне жутко. Не хватает дока. Я был самый джанго. Они изменился вектор. Три метра над уровнем рэпа. В этом лаве мы легенды кистью. Гордись своим артистам. Еще одна миссия. Горилла погибает. Титры и финиш. Хм. Хорошо. Но пиано странное. Как будто расстроенное. Не знаю, как вам. По мне так Энди Панда здесь предстал перед нами совершенно другим. Хотя нет. Он здесь как Энджпиль. Вот что я скажу. Ну, как мне кажется. Я, может, ошибаюсь, конечно. Запечили пиано. Ну, я поражаюсь, как люди тут быстро все это оценили. Я еще не дослушал даже. Они уже пишут. Так, и последняя песня. Так, и последняя песня, да? Orange Sunset. Или не последняя? А, да, последняя. Спешл щит, как написано на обратной стороне обложки. Что значит специальное дерьмо. Типа, ну, как-то так. Прикольно. Окей. Слушаем. Прикольно. Это, наверное, больше всего понравившаяся песня. Не знаю. Вот. Нужно будет еще их все прослушать в наушниках. Но в Apple Music почему-то до сих пор нет. 46 минут уже прошло. Супер. Ладно. Завтра, видимо, появится. Окончание альбома. Очень хорошее. Вообще кайфовое, я бы сказал. Как я люблю прям. Все-таки, похоже, оранжевый закат мне понравился больше всего. Не знаю. Но очень хорош. Сложно. Сложно сказать. Но концовка мне очень понравилась. Вот и все. Сколько нам понадобилось? 25 минут, чтобы прослушать альбом. Фу. Так. Очень теплый, лиричный, личный альбом. Как я уже сказал. И по обложке можно увидеть, да, эти теплые цвета. Всего 8 песен. И поэтому, может, у людей сложилось впечатление, что это EP. Но это не EP. Это полноценный альбом. Сейчас уже модно так, видимо, записывать по 8 песен. После того, как Канье, по-моему, представил альбом E в прошлом году. Ну, это я вообще ответственность. Очень порадовало совместка с Змеем. Он тут очень хорош, как и Энди. Что по поводу текстов. Опять же, они личные и о себе, и о жизни. То, что происходит. И есть послание слушателям. То есть нам. И очень приятно было слышать какие-то строчки. Но тексты надо еще почитать. Я очень надеюсь, что скоро они появятся. Первое прослушивание прошло. Посмотрим, что будет дальше. Пишите ваши первые впечатления от альбома. Меня он удивил. Я ждал немножко другого. И это мои проблемы. Вот. Я ждал агрессивного, но его тут нет. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я читаю. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok